Пятерых детей, даст Бог, в декабре будет уже шестеро. Да, что мои медицинские знания в свое время пригодились мне в воспитании моих деток, ну и не только. Но сейчас, конечно, очень здорово, что медицина трансформируется и все больше и больше прибегает к натуропатии, к диетологии, профилактической медицине. Я очень рада, что сейчас вот уже в прошлом году я получила диплом магистр комплементарной медицины. И при этом это высшее образование, но не лечебное дело, то есть как диетолог, реабилитолог. И у меня есть еще восьмилетняя исследовательская деятельность, которая помогла мне создать алгоритм здоровья. В двух словах, о чем мы сейчас поговорим. Я хочу очень лаконично, потому что обычно мы планируем там на 20-30 минут, потом это все затягивается на один час. Сегодня такого не будет точно. Сегодня мы закончим с вами вот сейчас 8.05 максимально, что мы сможем с вами общаться. Это 8.25, может быть даже 8.30, но не дольше. Конечно, чем быстрее мы справимся, тем лучше. Все зависит от вашей активности, от ваших вопросов. Если будут какие-то вопросы, требующие длительного ответа, то я вам отвечу письменно, в виде определенных алгоритмов и рекомендаций. То, чем я занимаюсь, это не лечение. Я помогаю людям восстановить свое здоровье при помощи оздоровления. То есть мы поднимаем внутренний ресурс организма, и организм уже сам может справиться с инфекциями, со стрессами, с разными повреждениями. Очень-очень рада видеть вас. Видела уже из Португалии. Люди приветствовали нас. Я знаю, что сейчас как минимум есть еще Италия, Чехия. Я знаю, что есть еще люди, ну очень многие из Европы. Время, конечно, наше для Америки очень неудобное для просмотров. Они смотрят потом в записи. Очень много людей с Украины, с России. Я очень рада, что вижу, что подключаются и наши такие хорошие знакомые, уже давно знакомые. Вот, вижу, пошли вопросы. Нужно ли пить Райн летом? Вы знаете, обязательно. Потому что летом есть кишечные инфекции. Летом есть перепады температур. Летом всегда много ангин, всегда много отравлений, всегда есть и энтеровирусные инфекции. Поэтому обязательно. А, привет, Германия. Привет, Немеччина. Привет. И Луганска тоже очень рада в нашем эфире. Окей. Итак, клеточное питание, которое мы с мужем уже употребляем почти два года. Кстати, 24 мая будет два года, как мы заключили контракт с компанией Райн Интернешнл. Мы люди, которые всегда развиваются. То есть мы не останавливаемся на достигнутом. Мы были довольны уже своим уровнем здоровья на тот момент. Но очень рады, что, вы знаете, внутренняя честность и отсутствие каких-либо контрактов с совестью помогли нам увидеть этот продукт. До продукта Райн у нас был любимый продукт, который нам помогал, нам и нашей семье, нашим деткам и родителям. Это был тоже продукт с того же завода, на котором сейчас производят продукт Райн. Что меня подкупило в этом продукте? То, что это семена, то, что это герметическая упаковка, то, что продукт внутри не содержит консервантов, ароматизаторов, красителей искусственных, я имею в виду. Ароматизаторов, красителей, всевозможных эмульгаторов, стабилизаторов и разных химических веществ. Об этом говорит сертификат BSCG. Также сертификат Healthy Canada. Потом есть и GNP, и NSF. Есть L-Natural. То есть никаких нет химических и синтетических компонентов. То есть американцам проще не писать какой-то сертификат, не выдавать на сайте, не получать какой-то сертификат, нежели вот, знаете, получить сертификат, а внутри потом что-то не соответствует сертификату. И вот из-за этого у компаний, у многих компаний бывают разные судебные разбирательства, и, конечно, они как в компании погибают. Компания Rain – это очень честная компания, очень порядочная компания. И мы можем уверенно вот с мужем сказать, что этот продукт, наверное, послан современностью для людей, которые живут сейчас. Потому что вот каждый пакетик приносит больше ценностей, чем ведро полезной еды, обычной полезной еды. И вот почему здесь такая высочайшая концентрация, потому что здесь основные компоненты – это семена. Конечно, здесь есть водичка, конечно, здесь есть улучшитель вкуса, натурального происхождения. Но самая большая сила в том, что это семена. Из семян всегда можно выжать масла, то есть семена содержат омегу-3,6,9. Семена всегда богаты белком, витаминами, минералами, аминокислотами. Поэтому продукт тысячелетия, как я называю, ну, по крайней мере, точно сейчас нам всем необходим. Из-за того, что очень легко усваивается. Вот этот соул разрабатывали онкологи для реабилитации детей после химиотерапии. Кор уже пошел, то есть этот строит. Этот, как детокс, очень необходим всем нам сейчас, современным жителям, для выведения тяжелых металлов, токсинов и наладки желудочно-кишечного тракта. Бэнд – это новинка, которой около шести месяцев, но мы уже все полюбили этот продукт за его невероятную работу с опорно-двигательным аппаратом и соединительной тканью. То есть вот то, что мы сейчас получаем продукт, который помогает нам быть в комфорте, в наших путешествиях, всевозможных нагрузках. То есть если вы бизнесмен, вам этот продукт поможет успешно развивать бизнес дальше. Вы будете просыпаться на несколько часов раньше. Вы будете соображать намного быстрее. У меня четко по детям отслежено, то есть дети лучше учатся уже. Бизнесмены у них всегда идет, почти у всех бизнесменов бизнес пошел вверх за счет того, что голова соображает прекрасно. Организм работает как часы, энергии полно. Каждый пакетик содержит и черный тмин тоже. И вот каждый пакетик содержит… Черный тмин как адаптоген, да, он и на нервную систему очень хорошо влияет, на иммунную как иммунокорректор. И также каждый пакетик содержит определенные семена, которые помогают выполнять вот те или иные функции. Я не буду подробно о составе, потому что состав можно посмотреть или обратиться к тому человеку, кто вас пригласил. Вам дадут перечень каждого пакетика. Я хочу сегодня рассказать о принципах применения продукта. Пускай это будет короткий эфир, но я расскажу, как его лучше применять. Кстати, еще покажу две новинки, которые уже успели многим полюбиться. Это Pure, это пребиотик с пробиотиком. По 30 миллиардов бактерий в каждом пакетике. Это порошок. Кстати, в отличие от гелий, вот здесь это гели-смузи, которые усваиваются сразу в слизистой ротовой полости. Вот этот порошочек, он идет через нас же КТ до кишечника, его функция, потому что бактерии необходимы нашему кишечнику. И вот чем отличаются эти два цвета составом? Ну, то есть даже не составом, а вот вкусом. Здесь вот в каждом пакетике есть ацидофильные бактерии, которые даже при пневмонии отлично работают. Есть также бактерии бифидо- и лактобактерии. Что мы заметили, что очень круто этот продукт, помогает людям наладить стул, даже усилить иммунитет. По поводу вот содержимого, почему это не просто пробиотик, а еще пребиотик. Здесь есть семена льна, семена тыквы и семена арбуза. То есть вот эти три вида семян, лен снимает воспаление, тыква антипаразитарно работает и арбуз прибавляет энергии людям. Ну, это так, если кратко. То есть все эти три вида семян тоже помогают, являются хорошей средой для того, чтобы вот споры бактерий в кишечнике начали хорошо завоевывать свою территорию, отвоевывать ее обратно. Так вот, многие спрашивают, как принимать продукт. Запомните несколько основных правил. Так как продукт начинает выгонять из тела наши токсинчики, наши метаболиты, накопления всевозможные, тяжелые металлы, паразитов, кандидоз, вирусы. То есть он начинает контролировать вот это все. Сегодня у меня был звонок, общение с очень хорошим доктором. Доктор говорит, вы знаете, у меня просто культурный шок, интеллектуальный шок не только у меня, но и у гинекологов. Я не буду называть имен, потому что не получила разрешения рассказывать ее личную историю, но просто звонков очень много. Буквально сегодня, вот за несколько часов до эфира, она уже много лет борется со своими кистами в яичниках и также кистами в груди. То есть гинекология очень страдает у этой женщины. И вот она принимает с августа месяца продукт. И вначале ложечками. Почему ложечками, объясню потом. Потом принимала пакетиками соул и кор. Потом опять перешла на ложечки, иногда пакетики, иногда ложечку, иногда пол пакетика. То есть в зависимости от обстоятельств. Это последние три месяца она так уже принимает. Кисты в яичниках исчезли полностью. А в груди одна была киста 2,5 см на 1,5. Огромная была киста, которую сейчас даже при пальпации не находят. Но когда сделали УЗИ, обнаружили, что там штук 15 мелких-мелких кисточек. И доктор вообще не может понять, что происходит. Ну а я объясняю, что организм разбирает ее на детальки для того, чтобы потом была возможность фагоцитировать. Или, допустим, даже включить апоптоз. Происходит самоуничтожение. То есть ткани, плохие, неправильно созданные ткани перестают питаться. И таким образом происходит самоуничтожение вот этих включений. Ну не включение, а новообразований, непрошенных гостей, как я называю, в нашем теле человека. То есть этот продукт, это не лекарство. Это по принципу санатория на дому. Как нужно принимать? Начинаем всегда с маленьких объемов. С ложечек. Почему с ложечек? Не всегда люди готовы к тому, что организм начнет выносить. Это знаете, как вы все равно, что начнете генеральную уборку дома. И, ой, спасибо большое, пошли отзывы. Кстати, у кого есть отзывы по гинекологии, если вы не стесняетесь написать, тоже можете написать в чате. Будет очень радостно. И мне, и тем людям, кто ищет ответ на свой вопрос. Так вот, смотрите, когда люди начинают генеральную уборку в доме, вроде чисто, да, там поубирали, попылесосили, потом начали продвигать, допустим, шкафы, диваны, увидели опять грязно, начинают снимать тюли опять в воздухе, пыль. Ну, то есть нужно понимать, что какое-то время, когда вы начинаете вводить свое тело в очень полезные вещества, даже если вы не болели раньше, у вас могут быть обострения или какие-то острые состояния. Кстати, если у кого-то отзывы есть по урологии, то есть и мужские вопросы сюда можем добавить, можете написать, уважаемые мужчины. Вот. У нас отзывов очень много, я просто не могу сейчас, я хочу рассказать о том, как применять продукт. У нас осталось буквально 5-7 минут. Так вот, начинаем всегда с маленьких объемов. Помните, что продукт может приносить много энергии, он улучшает кровообращение. Поэтому, если вы его хотите пить перед сном, то несколько раз протестируйте, посмотрите, как ваш реагирует организм. Некоторые после соул спят просто, как младенцы. Но огромное количество людей, кто после соул не могут уснуть, как минимум 2-3 часа. Поэтому я очень вам рекомендую, здесь вот есть дарибоза, я очень вам рекомендую соул, как источник энергии, принимать в первую половину дня. Или если вы видите, что он первое время вызывает сонливость у вас, то можете даже и вечером. Почему он первое время будет вызывать сонливость? Он вызывает сонливость у тех людей, у кого изношена нервная система. Кстати, щитовидка обожает этот продукт. Особенно, извините, организм обожает, если уже нет щитовидки. Вот. Обязательно начинать с маленьких объемов, с ложечек. Почему? Потому что если люди не готовы, то есть дарибоза улучшает сокращение мышц, продукт очень быстро настраивает обмен веществ, сердечко начинает работать лучше, мышцы, вы увидите сразу, что энергии прибудет. Но если при этом не готовы сосуды, то, конечно, какое-то время могут быть прыжки с давлением, поэтому начинать с ложечки. Постепенно увеличивая. Увеличивайте тогда, когда вы видите, что все в порядке, что никаких обострений, никаких дискомфортов, самочувствий нет. Тогда можете увеличивать как можно быстрее. Вот. Какая рекомендуемая доза зависит от того, что вы применяете, что вы применяете, ну, какой образ жизни у вас. Чем вреднее образ жизни, тем больше продукта. Чем больше стрессов, тем больше продукта. Чем меньше отдыха, чем меньше живого питания, тем больше продукта. Продукт можете заказать у тех людей, кто вас пригласил на эфир. То есть, кто из ваших друзей уже, возможно, пользуется продуктом, они помогут вам это купить со склада по самой-самой внутренней нашей цене. То есть, есть представительство официальное, и там есть возможность пользоваться по той же цене, что мы все покупаем. Разобрались, да? То есть, начинаем по чуть-чуть, пьем утром, перед физическими нагрузками, вообще шикарно. Вчера у нас был конкурс мини-мисс, наши две дочки выступали, выпили пакетик где-то на двоих, попили водички, и были полны сил, энергии, со вами вообще со сцены нельзя было согнать. Вот. Кор, детокс. То есть, если по соулу у нас даже практически нет ограничений, у нас маленькие грудные детки принимают с капелек, животик налаживается, работа, ЖКТ, сон, у нас по детям такое количество отзывов, у них уходят эти аллергии, астматические состояния. Я не говорю, что это лекарство, это просто налаживает организм, убирает причину вот всех этих вещей. Детки перестают часто болеть, у них очень хорошо развивает, видно, что они уже за месяц-два интеллектуально тоже начинают улучшаться. Зачем ребенку давать Рейн, можно ли давать через молочко? Можно через молочко, но через молочко, вы знаете, пока оно дойдет, то есть, если мама кормит грудью, поверьте, ее организм будет этот соул съедать, как, знаете, как влага в сухую землю будет уходить. То есть, ребенку с молочком мало что достанется, увы, но это так, после родов, после беременности, с грудным кормлением, женщина столько теряет, что ей соул просто необходим вообще, чтобы остаться живой потом. Это я вам как маму пятерых детей говорю. По поводу, вот деток, капайте, вот знаете, все-таки деткам дают же, там, витамин Д, да, например, дополнительно, капайте, вот просто для улучшения обмена веществ. Начинайте с капельки, потом вы можете 1 килограмм, примерно 1 капля, увеличивать, вот на такой объем, потом 1 килограмм, 1 миллилитр. Вот, кор, детокс, его можно принимать, когда угодно. Если перестарались, в плане питания, алкоголя, увы, но это жизнь, многих приходится консультировать, ситуации хватает. Так вот, если вы перестарались в плане питания, алкоголя, переели что-то, перепили, пере, там, не буду продолжать, то есть любое, любое отравление, даже инфекционное отравление, даже ацетон, очень требует детокса. И вот этот продукт, вот этот продукт, очень круто работает, но его нужно во время таких острых состояний, отравлений и так дальше, по кофейной ложечке, каждые 15 минут. И вот, когда мы вводим этот продукт, мы можем наблюдать и высыпание, и тошноту, даже после солу может быть тошнота, когда чистится желчный и печень. Когда мы вводим вот этот продукт, мы можем наблюдать у людей дискомфорт, может прыгать давление, прыгать сахар. Почему? Потому что во время детокса из тканей, из клеток, из межклеточного пространства, все это гуляет по организму. Если где-то было локализировано, оно начинает проявлять себя. То есть, то, что происходит на кор, это для многих людей, к сожалению, испытание. Поэтому начинаем с маленьких объемов. Часто он даже вначале невкусный. Я очень рекомендую. Ой, слушайте, так приятно. Виталий Подольский нас смотрит. Чемпион Украины, президент Федерации по бодибилдингу. Виталий, приветствую. Мы очень вас уважаем и ценим то, что вы спортсменом применяете. Рейн тоже. Когда вот этот кор, кому нельзя кор? Тем людям, у кого камушки в желчном или в печени. Но как нельзя? Нельзя пакетиками. Можно пить дробно, в течение дня, там ложечками, примерно пакетик на 3-4 дня. И когда мы видим, как у людей размыливаются эти камушки до состояния песочка, потом вообще исчезают, печень прекрасная, то есть желчный прекрасный, почки тоже, но только на это нужно время. Это точно не несколько недель и даже не несколько месяцев. Редко у кого за несколько месяцев исчезает. А вот в основном нужно время. То есть, как пришло, так и ушло. Надо дать время. То есть, вот эти все камушки, они появляются, ну, конечно, не сразу. Поэтому вот то, что этот продукт помогает, это действительно факт. У деток исчезают эти яркие ацетономические синдромы, вообще у многих восстанавливается поджелудочная, он очень круто чистит лимфу, поэтому его деткам с аденоидами просто нужно пить очень долго, пока не уйдут аденоиды, пока лимфа не очистится. Потом можно для профилактики просто время от времени. Вот. Кором, да, можно смазывать ранки, и он как внутри все слизистые быстро заживляет, так и снаружи. Побочных эффектов у этого продукта нет. Здесь нет ароматизаторов, красителей, эмульгаторов. Единственное, что может быть, индивидуально непереносимость. Здесь, например, алоэ вера, там спирулина, хлорелла, ростки пшеницы, капуста, черный тмин, семена клюквы, семена расторопшей. То есть, состав очень богатый, много натуральных компонентов. И вот есть люди, у которых индивидуальная непереносимость. Их очень-очень мало, это единично, может, там, один человек на тысячу, но такое бывает. Поэтому начинайте всегда с маленьких объемов, постепенно увеличивая. Если будет какой-то там, не дай бог, зуд или першение в носоглотке, ну, понятно, что не продолжайте. Ну, зуд, я имею в виду, на коже. Хотя иногда очистка тоже так проходит, через высыпание. Кому кор нельзя? Тем людям, у кого организм не усваивает йод, потому что здесь очень много в этом продукте йода. Или вот можно пить вообще совсем маленькими дозами. То есть, при аутоиммунных заболеваниях тоже я кор не очень активно рекомендую, то есть, рекомендую маленькими объемами, потому что там организм и так иммунка сбита уже за счет самого аутоиммунного состояния. А если мы будем еще чистить, то вот эти токсинчики могут, ну, как бы провоцировать иммунную систему на еще одни там форматы атак. Поэтому я не рекомендую пить много кора. При аутоиммунных заболеваниях вообще-вообще чуть-чуть, кофейными ложечками в день или даже меньше. Но знаете, что происходит? При наличии вот этих продуктов аутоиммунные заболевания уходят в историю. У нас есть очень много аутоиммунных дерматитов, которые уже у деток ушли, астмы, очень много сейчас по ремотоидным артритам, даже есть по склерозу сосудов, вот тоже есть наработки. Я просто пытаюсь вспомнить все отзывы. Ну, ладно, если у кого-то есть по аутоиммунным заболеваниям отзывы, можете написать. Так вот, со временем организм сможет воспринимать даже вот кор, у тех, у кого непереносимость была йода. Хотя, например, у моей племяшки непереносимость йода фактически йода, то есть обычный йод аптечный на кожу наносишь, он у нее оставляет ожог, а кор она кушает с удовольствием, ей сейчас 6 лет. Вот, по поводу еще кора, его, если утром принимать, он работает как детокс, если вы принимаете его днем или вечером, идет как общее укрепляющее, но, если вы принимаете его перед сном, ваша лимфа во сне будет очень круто чиститься, вы будете потеть чуть-чуть больше, токсинчиков выйдет больше, утром обязательно душ, и, конечно, вы будете замечать, что ваш организм начинает восстанавливаться очень-очень быстро. Наша лимфа просто это канализация нашего организма, ее точно нужно держать на высоком уровне чистоты. есть представлен продукт в 45 странах мира, и этот продукт официально продается, поэтому вы можете обратиться к тому человеку, кто вас пригласил, даже если он живет в Японии, у него есть доступ к официальному сайту, он вам поможет купить этот продукт в Москве, в Украине, в Киеве, в Белоруссии, в Казахстане или в Европе, ну, то есть, это уже технические моменты. Вот, третий продукт Бент, он очень много дает энергии, поэтому перед сном его точно не надо пить, он больше утренний, он очень круто восстанавливает суставы, выводит тяжелые металлы хорошо с организма, поэтому я рекомендую вам, если у вас есть проблемы с суставами, даже иногда на чайных ложечках могут обостриться, не пугаться ни в коем случае, обязательно продолжать, можно уменьшить дозировку до кофейной, можно делать пару дней перерыв, но обязательно продолжать, и если вы видите, что хорошо идет, увеличивайте объем, Бент отлично сочетается с соул, то есть, главное правило, Бент отлично сочетается с соул, все три продукта можно кушать как натощак, так и после еды, так и во время еды, все зависит от состояния вашего ЖКТ, Кор будет улучшать секреторную функцию ЖКТ, кислотность, может какое-то время даже попрыгать, он улучшает ферменты, продукцирование ферментов, улучшает выведение, эвакуацию поджелудочного сока и желчи, вот, при атопичном дерматите соул ключевой, вижу вопросы, по поводу Бенда, его не нужно, вот если соул, современным людям рекомендую пить на регулярной основе, японцы пьют антиоксиданты уже 40 лет подряд, даже больше, и совершенно не жалеют об этом, там 100-летних людей уже больше 50 тысяч в стране, поэтому это как антидот нашему современному миру с его электромагнитными волнами, выхлопными газами и всем остальным, Кор, например, можно и Бент, и Кор пить чередуя, но смотрите, когда люди принимают Бент за счет того, что там куркума, перец может реагировать в желудок, могут быть боли где-то, например, территориально, поэтому этот продукт нужно принимать, если есть какой-то дискомфорт, после еды, или выпив перед приемом продукта стаканчик водички, вот, очень хорошо, если перед приемом продукта, не после приема, а перед приемом продукта, вы пьете стаканчик водички, и так наше время приходит уже к завершению, я вижу, что как раз все в разгаре, люди подключаются, но извините, я озвучила, что у нас сегодня очень быстрый будет эфир, а теперь внимание, почему из сизжога, я уже писала, включается ЖКТ в работу после Бента, вы пейте водичку перед Бентом, и все будет отлично, у меня, например, я сейчас в положении, я пью, вообще, каждый день соул, я, когда у меня были какие-то намеки на токсикоз, я пила кор, буквально ложечка кора снимает все вот эти дискомфорты, и, как минимум, один пакетик в неделю у меня бывает Бента, но я пью пакетик залпом, я уже 8 лет на клеточном питании, я могу кушать отлично, вот, еще хочу вам показать вот этот препробиотик, который в Украине уже очень скоро появится, в Европе он уже, правда, в капсулах продается, но там по законодательству должно быть, по европейским нормам меньше должно быть бактерий, поэтому в американских формулах больше бактерий, в европейских формулах меньше чуть бактерий, вот, и когда я начала изучать пьюр, я в восторге, его нужно пить, как и любой препробиотик, перед едой, поэтому перед едой разводите водичкой, очень вкусно, очень вкусно, такой приятный оттенок, здесь все натуральное, два вкуса, один лайм, вот, лайм и лимон, кисленький такой, хорошенький, а второй послаще, это ананас, этот апельсин и клубничка, вот, понятно, уже пошли поздравления с тем, что мы ожидаем следующего ребенка, спасибо большое, да, шесть детей, это большая ответственность, хотя, если мы отлично справляемся с пятью, то почему бы и не родить шестого, вот, окей, пошли вопросы, сколько водички на пакетик, вы знаете, я рекомендую на пол-литра, мне нравится, когда он не насыщен по вкусу, но когда, мой муж пьет примерно стаканчик, на вот один пакетик водички разводит, тут уже все зависит от ваших пристрастий, я даже, знаете, как рекомендую, он очень много содержит бактерий, поэтому вы можете даже его на несколько дней делить, этот именно вот пюр, я уверена, что даже если на неделю вы будете его распределять, так как это порошочек, он не портится, вот, быстро, поэтому вы можете распределять даже на недельку, это будет очень здорово, кстати, всем участникам форума в Украине, за то, что мы собираем самые большие залы в мире, компания нам вот решила сделать подарок по упаковочке, то есть или такая упаковочка, или такая упаковочка, будет пюр, где 30 пакетиков пробиотика внутри, подарок всем участникам форума в Украине, то есть подарок будет 1300 гривен, билет на форум 1000 гривен, то есть человек, люди два дня посетят обучение, послушают докторов, чемпионов, диетологов, косметологов, Кристину Кок, главу научного совета, Байрона Белку, основателя компании, услышат истории и рекомендации от топ-лидеров, и еще при этом получат в подарок за 1300 гривен вот такой вот шикарный продукт, который вам на все лето даст поддержку, поэтому цена продукта очень посильная, когда люди кушают ложечками, то есть многие едят продукт ложечками, вот этот пакетик делят на недельку, цена пробиотика будет около 50 долларов, вот есть люди, которые пьют на недельку, ну это получается 3 доллара в неделю примерно, вот, есть люди, которые пьют его в день, все зависит от вашего уровня здоровья, вот, поэтому, если вы хотите получить высокую скорость, регенерацию, восстановление своего, вам нужно будет получить спектр продукта, вот, то есть, чтобы были все продукты, вот этот продукт усилит работу, потому что наши бактерии хорошие появятся, они начнут хорошо обычную пищу переваривать, вот, поэтому вот это все очень хорошо совмещается, и любой, кто понимает в нутрицептике и диетологии, они знают, что вот в комплексе это еще мощнее, у нас многие уже ждали пробиотика, и вот, что мы замечаем, что очень хорошо, у деток отлично идет спорт, учеба и так дальше, то есть, вы можете настроить себя на продукт, как в санатории, на дом, то есть, есть три варианта приема, один вариант, это когда человек пьет его как безопасную аптечку, приболел и начинает усиленно пить, каждые 15 минут по ложечке, за неделю выпивает, может там пол коробки продукта, оно быстренько восстанавливается, второй вариант, это когда люди там раз в квартал пропивают какой-то продукт и начинают, ну просто время от времени его принимать, ну по типу, как ездят в санаторий, знаете, вот там люди в трусковец ездят, почки свои помыть там два раза в год, вот так же и многие люди принимают продукт время от времени, чтобы там поддержать свои весной волосы, ногти, и при обитаминозе осенью, чтобы не войти в свои хронические болезни, вот, а есть третий формат продукта, это мы так принимаем, вот я, например, я не люблю лечиться, представляете, я медик, но при этом я терпеть не могу лечиться, я даже запах поликлиник сейчас, вот меня это, ну как-то, я могу лечить, я могу с удовольствием смотреть на любые фотографии, любого формата, открытые раны, переломы, меня это вообще не напрягает, но я терпеть не могу вот эту атмосферу болезни, особенно, когда это начинается вот среди моего окружения, когда приходится очень быстро решать, люди, когда звонят мне, я стараюсь их настроить на профилактику, потому что чем больше людей занимается профилактикой, тем меньше людей, потом нам надо лечить, нам, медикам, поэтому, смотрите, я принимаю, моя семья принимает, наши родители, пенсионеры принимают уже 8 лет, 8 лет на основе, вот именно дополнения к рациону, поэтому мы кушаем вот соул на регулярной основе, ну уже последние 2 годика мы вышли на семена, на еду и семян, кор и бэнд у нас по обстоятельствам, родители в возрасте, они с суставами имеют вопросы, слушайте, я уже передерживаю, время бежит, вот они вот этот продукт принимают почаще, я, например, вот буквально 2 дня назад разболелся сустав, никогда не болел, вообще не знаю с чего бы это, может не так лежало там ночью, я в результате выпиваю пакет соула, ой, соула, само собой бэнд, на следующий день еще бэнд, и все, двое суток, и у меня исчезла боль, наш сын, футболист, 9 лет, подвернул ногу на тренировки, в четверг, да, в четверг, сегодня уже пошел на тренировку, представляете, очень быстро восстанавливаются связки, поэтому очень крутой продукт, цена вообще доступнейшая, очень, ну, это намного выгоднее, чем что-либо, особенно если сравнивать с лечением, вот, так, 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 ветрянки, да, вы можете там друг другу помогать, разобраться, окей, тогда, что я вам хочу сказать, я очень благодарна вам за наше с вами общение, главное правило, при приеме продукта, пейте много водички, вы со временем захотите кушать полезные, ваши здоровые бактерии, отвоюют право на то, чтобы вы ели полезное, потом, вы сможете заметить, что у вас появится энергия, вы захотите заниматься спортом, это тоже очень здорово, когда мы получаем такие продукты, вначале кажется, ну, просто чудеса, 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 вопросы порешали, человек здоров, и бросает принимать продукт, это его право, он, если не изменит стиль жизни, он потом со временем вернется к своим диагнозам, я обязана об этом сказать, кто-то боится привыкания к продукту, а я говорю, бойтесь привыкания к своим болезням, это намного хуже, когда люди привыкли, что болеть это нормально, поэтому, если, вот, вы боитесь привыкания к продукту, то бойтесь привыкания к мобильному телефону, бойтесь привыкания к машинке автомат, к автомобилю домашнему, то есть, это все то, что требует электричества, расходов, бензина, пополнения счета, то есть, многие люди боятся привыкания не к продукту, а боятся того, что им придется регулярно теперь за что-то платить, люди, расслабьтесь, вам все равно надо регулярно платить, за какие-то витамины, за полезное питание, за посещение докторов, вам реально за это придется платить, но за это платятся копейки, а за все остальное очень много, поэтому даже не думайте об этом, привыкания биохимического у вас точно не будет, но разве у людей есть привыкание к спирулине, к капусте, к семенам, например, что у вас есть привыкание к идее, у вас есть необходимость просто, есть полезная. Поэтому спасибо всем за внимание, благодарю вас за то, что вышли в эфир, помните, что начиная...